Всем привет, друзья! Что делать на рынке, когда стоимость криптовалют падает, а биржи ванкротится? Конечно, заниматься стейтингом. Но для того, чтобы получать от него максимум, нужно найти правильную платформу, где будет прибыль наибольшей. И такую возможность вам предлагает Стадер. Давайте разберемся, в чем ее фишки и как она может нам помочь. Итак, Стадер Лапс это Proof of Stake протокол ликвидного стейтинга. Он был создан для того, чтобы сделать стейтинг доступным для вас всех. Одновременно с этим, решая проблемы классического стейтинга, предоставляя пользователям лучшую доходность с точки зрения потенциальных рисков и сфокусировавшись именно на ликвидном стейтинге. Как вы знаете, процесс стейтинга становится более сложным и требовательным, когда ставки делаются на множествах цепочках. Это ограничивает пользователей одной цепочкой или приходится выбирать одного валидатора. Право выбора остается у нескольких избранных валидаторов. Еще одной проблемой является ликвидность активов, на которые делаются ставки из-за механизма блокировки. А процесс отслеживания, мониторинга и переделегирования активов занимает множество сил. Вот как раз именно эти проблемы и решает Stader Labs. Создав при этом модульную платформу, которая позволяет любому пользователю использовать уже существующие компоненты Stader для создания своих собственных решений в области стейтинга. Давайте напомню, как работает стейтинг. Вы получаете вознаграждение за то, что вы заблокировали свои активы на определенный период времени. И в течение этого периода времени, поскольку ваши активы заблокированы, они не несут никакой полезности, кроме той, которую несет их блокировка. Однако при ликвидной ставке ваши средства не полностью заблокированы, поскольку вы получаете токен, представляющий эти заблокированные средства. И вы можете использовать его как средство для продолжения работы в DeFi, пока ваши активы находятся в стейтинге. И плюс вы генерируете доход на эту поставленную сумму. Таким образом, преимущества ликвидных ставок очевидны. Почему же вам стоит присмотреться к Stader? Его архитектура обеспечивает гибкость, позволяя внедрять новые функции. Расширяемость встроена в Stader с помощью системы высокоинтеллектуальных смарт-контрактов. Stader разделяет базовый капитал и вознаграждение с помощью разных контрактов. Это гарантирует, что базовый капитал, который поставлен на ставку, изолирован от взаимодействия с другими протоколами. Код Stader тщательно проверяется. Stader автоматически распределяет поставленные активы между несколькими валидаторами, что сводит к минимуму негативное воздействие, возникающее в результате действий какого-либо определенного валидатора. Смарт-контракты Stader разработаны по модульному принципу. Это открывает возможности всем взаимодействовать с любым из смарт-контрактов и создавать дополнительные сценарии использования ликвидного стекинга. Также команда создала региональные сообщества. Сейчас у них есть турецкое, русское, вьетнамское, китайское и испанские сообщества. Там вы можете задавать вопросы и получать поддержку на своем родном языке. Еще Stader это единственная платформа, которая работает в сетях Hedera, Polygon, Phantom, NIR, Binance и Terra 2.0. Также ее решения для ликвидного стекинга скоро появятся в сетях Ethereum 2.0, Solana и Avalanche. А также в перспективе будет добавлена поддержка таких блокчейнов, как Aptos и Sui, работающих на языке MUVI, что значительно расширит их присутствие и в конце 2023 года составит до 15 сетей. Теперь давайте посмотрим на токеномику проекта. У Stader есть свой токен управления SD. Общий объем предложения токенов ограничен 150 миллионами. Распределение токенов было спланировано таким образом, чтобы стимулировать сообщество к владению большей части сети, одновременно резервируя соответствующую часть токенов Stader для стимулирования третьих сторон к созданию платформы Stader. Для чего же нужен токен SD? С его помощью вы можете получать доход от стекинга, который генерирует протокол. Также вы можете создавать группу валидаторов, получать долю от их доходов и принимать участие в управлении Stader. Скоро с помощью токена SD вы можете получать доход тремя различными способами. Во-первых, это комиссия за распределение от валидаторов. Плата за распределение по комиссиям валидаторов, если они будут избраны стекерами управления. Также комиссия от стратегии вознаграждений. Это плата за управление вознаграждениями, если они будут избраны стекерами управления. И комиссия с ликвидных стекинг токенов. Это комиссия с вознаграждений за стекинг, если они будут избраны управляющими стекерами. Токен SD снизился на 95% по сравнению с максимумами, которые были около пика TVL в 1 миллиард. Токен продолжает падать, несмотря на увеличение TVL и добавление новых блокченов. Отчасти это связано с тем, что у токена пока нет утилитарных применений, но в скором времени они появятся. Токен SD будет использоваться для голосований сообщества, и также их можно будет стейковать. Причем прибыль по стейкингу SD будет выплачиваться с помощью перераспределения прибыли проекта, которая получена со всех блокченов, на которых работает проект. И так уже совсем скоро будет запущен стейкинг SD. И многие инвесторы уже заявили о своем намерении сделать токен SD доходным. Представьте себе следующее, что к концу 2023 года проект будет уже работать на 15 блокченах. Это же насколько будет выгодно владеть токеном. Сейчас же команда работает над несколькими крупнейшими блокчейнами, такими как Ethereum и над одной из экосистем Lever2EVM. Второй по величине областью расширения проекта будут новые блокчейны, включая Aptos и Sui. Кроме того, разработчики создают несколько инновационных финансовых продуктов на основе стейкинга. Команда Stader старается помочь своим пользователям учиться, потому что DeFi это такое пространство, где есть чему научиться. На шести блокчейнах, на которых работает Stader, проходят ежедневные викторины на знания протоколов конкретного блокчейна. Также квизы и другие интересные образовательные темы. Также для вас создан и специальный форум управлений для проведения дискуссий с участием сообщества, которые определяют принятие решений в Stader. Этот форум предназначен для всех, независимо от того, работаете ли вы со Stader или же только собираетесь. Также вы можете и инициировать обсуждения. Вы можете предоставлять предложения по темам, которые определяют направление для развития проекта. Обсуждения на форуме могут охватывать темы, актуальные на уровне Stader или могут быть специфичными для блокчейна. Вы можете участвовать в дискуссии по вопросам управления и предлагать свои идеи, и команда их обязательно рассмотрит. Если же вы хотите получать больше информации о данном проекте, вы можете перейти в социальные сети проекта, это Twitter, Telegram. Там вы можете узнать очень много информации о том, что собирается сделать проект Stader. Также напишите в комментариях свое мнение о том, видите ли вы перспективу в заработке на ликвидном стекинге и почему. Также вы можете участвовать в викторине, которая будет запущена 29 декабря в 19.00 по московскому времени. Необходимо будет ответить на 6 вопросов о проекте Stader. Дам вам маленькую подсказочку. Ответы есть в моем видео. Будет 5 победителей. Это те, кто быстрее остальных и правильнее ответит на вопросы. Победителям необходимо будет перейти в группу, указанную в описании, и сообщить о том, что у них есть секретное слово, которое вы получите после победы. Также обязательное условие для участия – это быть подписчиком в группе Telegram. Ссылку на нее я оставлю в описании. А также ссылку на саму викторину также вы можете найти в описании. В общем, Stader предлагает каждому из вас получать максимум прибыли от ликвидного стекинга без риска потери ваших средств. Также принимать активное участие в развитии проекта и предлагать свои идеи. Команда и дальше будет развивать свою инфраструктуру, чтобы инструментов для заработка было еще больше. Что ж, друзья, на этом у меня все. Если вы заинтересовались этим проектом после моего обзора и хотите подробнее изучить данный проект, то специально для вас, мои любознатные друзья, все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Также оставляйте свои мнения по этому проекту в комментариях. Мне будет очень интересно, что вы думаете по этому поводу. Я с удовольствием пользуюсь вашим мнением и буду рада любому общению. Также подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех событий и самых свежих новостей криптомира. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!